Какое отношение у вас к арбалетам? Ну, у меня арбалет, я со 100 метров в ладошку попадаю. Хороший арбалет. Можно их делать не заводские, а самому попробовать? Можно, но это очень тяжело. У меня даже есть страсирующая стрельба. Нормально получается. С трассером. Даже такие. А наконечки сейчас какие, только не помню. Я оптику-то поставил на него. Ну, они, как правило, сейчас идут с небольшой китайской оптикой. Ну, у меня, как бы, самодельное, ну, как бы, покупное, у меня паспорт, все есть. Но рога продается отдельно. То есть, если подойти к продавцам и попросить его, то можно достать. Ну, да, 8-минутное дело поменять эти рога. Тетиву, жантовые. Прощено. Сейчас, через нахер нахер нахер. Ну, можно с вами арбалет. Но сразу 1 сентября. Ну, и раньше было до 40-ка килограмм. Можно достать рога. 90 килограмм. Прощены. Но достать можно. Ну, рога лежат и лежат где-то вот где-то. Что? Домой привозит через интернет. То есть... Ну, интернет заказываешь. Ну, тетиву. Только нужно еще и тетивы заказывать. То же самое. Две тетивы нужно. Одна для натяжки тетива. Она длинная. Вот две тетивы. Для натяжки там пару штук в запасы иметь нужно. Основных побольше нужно делать. И еще имейте в виду, что замок должен быть рассчитан на... То есть продаются арбалеты, которые только на 40 килограмм, например. Все. И... Выстрел, может быть, и сделаете. А потом замок ломается. То есть замочек должен быть рассчитан на большего. Ну, нужно просто хорошее брать. Да, хорошее. Вряд ли будет хороший арбалет. Можно самому сделать арбалет. Можно, но это уголовно наказуемо будет. С закалкой нормально? Во-первых. Во-вторых, у нас зимы. Зимой закалка по-другому работает. Лучше брать все-таки... Делаю нормально. Лучше брать не металлическое. Это уже проверено. Да, лучше купить, что она готова. Знаете, он одновременно расправляется. Некоторые начали... Когда по дереву с одной стороны ударяет, то ничего хорошего стрелку от этого не бывает. Вы понимаете, да, она раскрывается обе одновременно. А выстрел... То есть вот это все учитывать. Есть свои особенности. Но хорошие... ...без отклонения ровно стрелка, это хороший арбалет. Это очень хорошо. Потом-то можно еще и учитывать дальше. Не, у всех это нужно рассчитывать. Они все так летают. Нет, у всех полет прямой. Это вот шикарно вообще. Не псяк. Прямо ли стрела-то? Ой, сомневаюсь. Проверено, есть арбалет. Борис Крикова. По прямой лететь. Ну, болт... Есть арбалет. Вот они говорят... Ну, конечно, я тоже в это особо не верю, но... Факт есть факт. Вот с такого... ...пробьют. Метров в 20 точно пробьют. 20-30 метров, да, там к нему лучше не подходить. По паконьникам никто не знает, продаются они, нет. Есть. Есть. И официально. И каски хорошие, акилларовые. А что там? Каски еще три. Насколько времени? Офицеры. Есть первая защита, вторая. Ну, разный уровень защиты. Ну, в интернет залезет информация огромное количество. Все понятно. Есть просто которые вот, ну, в драке там, ножом удар. Естественно... И бюджеты какие на них, примерно? Все в интернете, ребята, все в интернете. Это отдельный разговор, если можно со взглядами говорить. Ну, армейские бронежилеты, они тяжелые. Там пластины же стоят. Но они СВД с 10 метров выдерживают, если в пластины попадают. Это только для обороны. По горам в таком точно не будет. Я пробовал бегать, неудобно там. Там не в ПСС, как следует, там все тяжелое. Выдыхаю. А если... Там по корпусу можно подгнать, со всех сторон закрывают. А скажите, вот, я знаю, в немецкие сейчас хорошие заказы, как там, кевлары всякие. Или вот в российских производствах. Как раз российские самые лучшие. И каска кевларовая, самая лучшая в мире российская. Российская, да? В украинскую армию покупают. У нас несколько производителей, так что есть где выбрать. Я-то себе достал такие, что вообще там секретные до сих пор. У меня бойцы знакомые есть, так что трофейным снабжаюсь. Ну, русские тоже, да? Нет, русские. Не русские. Спасибо. Спасибо. Спасибо.